Ранним утром под колокольный звон ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы священнослужители принесли к главному епархиальному храму. По благословлению митрополита Брянского и Севского Александра провели торжественный молебен. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы постоянно пребывает в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Сюда его доставили на вечное хранение Сафона в 2011 году. Согласно преданию, пояс Пресвятой Богородицы был соткан из верблюжьей шерсти самой Пречистой Девы, и после успения при Вознесении она отдала его апостолу Фоме. Сотни православных верующих спешат приложиться к святыне. После Воспода Бога, Божьей Матери, это вот как я обращалась к ней, что ты, наверное, больше всего чувствуешь мои материнские чувства. С чем я обращалась, с какой болью. И чувствовать свою помощь? Однозначно, да. Помолиться за детей своих, чтобы Матушка Царица Небесная своим покровом оградила чада. Моя устроила в ее жизни, была покровом и нам, в семье, и всем нашим родным и близким. И чтобы своим заступничеством небесным помогала и спасала нас, грешных. Побыть рядом со святыней, когда ее только привезли, когда собрались все батюшки, это греет душу. Я приезжала еще в том году чисто поблагодарить Божью Матину за то, что она мне дала три девочки. И в этом году я пришла также поблагодарить. Я очень рада. Так что, как бы, все хорошо, слава Богу. До 14 октября увидеть святыню можно в Свенском Успенском мужском монастыре до 8 часов вечера. 15 октября ковчег с поясом Богородицы будет последний день на Брянщине в Петропавловском женском монастыре. Дмитрий Белов при поддержке пресс-службы Брянской епархии.